Ощущение друг друга как части тела, это же человечество. Вот смотрите рыба, стая рыб плывет, как раз, а пахнет. Они все вместе, раз, все стая, как будто один целый организм. Как так? Посмотрите, как пульс идет. Вот, понаблюдать. Внимание с антитофора, и все ставят на машину. Нет, подожди. Допустим, на дороге так, это дороги учат, допустим. А вот, вот смотри, птицы летают, когда осень начинают, что они встают сгибать. И вот, стая, как от этих людей там, я знаю, как от этих людей, как от этих людей. Как будто все по команде все это делается, каждый у себя. Ну, попробуй такое лучшее. Это не то, что становится на переключке. Это попробуй так еще сделать, как они так. Так, они чувствуют как единый организм. Они настраиваются. У них этот компас этот складывается. Они летят, никогда сюда не летают. И все равно летят. И все, что я знаю, что я знаю, что я знаю. А потом, как встроено в них это. Потому что это и природа. А мы нашу природу потеряли. Мы стали образованы. Знаем, что мы читали. А вот какие-то инстинции внутренние, которые должны быть. Которые должны дать силу в целом период жизни. Человек должен учитываться за что-то внутри себя. И выкоростаться. И почувствовать, что ему надо. А он сразу, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. От геймера. Вот не текут через свою страну. И он становится таким родным. Морозом. Нет умений. Это наука. Говорить об этом без холета. Это вопрос не ментальный. Он не работает. То есть, ментальности, я вот как раз вот это говорили, что умный человек, это не самое такое качество. Вот есть физическая сила. Да вот. Она хороша или нет? Да бог его знает. Если не связана работа, или там, не надо нигде играться, или ничего. Ну, средний человек, средний сам. Вполне прекрасно может ходить. Правильно? А если это может быть сила, она же не пропорционально, скажем. Может быть сила, скажем. А здоровье может и не быть. Слышно так же ум. Иногда человек со средним умом. Но эмоционально сбалансированным. И с хорошим характером. Да? Таким более отчетным. Не умеющим с людьми лазить. Добьется в жизни больше, чем кто-то умный. Ну вот, скажем, слишком высоко не лазить. Не умеет с людьми лазить. То есть, кто смотрит, как он для чего умный. Клинка есть. Водка есть. И ничего. Или смотрит на этого. Клинка есть. Клинка есть. Клинка есть. Клинка есть. Клинка есть. Клинка есть. Все правильно. То есть, для чего-то это все было востребовано. А в другом, то что выходим, а тут и не нужно. А кто-то другой, он сильновенный. Но в нужное время он как-то ссорентировался. Какими-то нефинками подсказали, что нужно делать. Как оно должно быть. Может смелость такая. Ну, может, там что-то такое. Оно вот такалось гораздо более... То есть, на весах оно сполюбило лучше. Ну, нельзя сказать, что в материальной жизни мало ли что можно считать достижением. Пойди узнать. Когда человек проживает, вы понимаете, жизнь, она как-бы красивая. Пойди узнать, что достижение. Вот, допустим, на каких весах можно сравнить, допустим, этого, что там, Белодейца или... Ну, так. Боже, я говорю. Не знаю. Да нет. Зачем такую жизнь? Вот у нас была украинская художница. Сейчас ее выставка проходит. Мария Примачевская. Она умерла. Ну, бабушка такая. Я вот по телику смотрел, показывали ее. Ну, не выступление, а даже просто фильм документальный. При жизни, если не надо. Кортия, наверное, она рисует, какие, ну, как их называют, украинские примитивы. Ну, они, конечно, странные. Там, какой-то зверь, там, типа лера, головы рыбы, или там рыба с головы льва, там, летающая какая-то корова, там, луга. Но краски такие красивые. Они, знаете, просто обнимание присутствуют. Вот, хотя сказать, что там нарисована, скажу, ерунда какая-то, но красивая. Видно, что это красивая. И, ээээ, она сейчас, там, помогла себе видеть. Вот, все эти красивые, такие красивые. И, кстати, она стала уже в позднем возрасте, когда там, пошла болезнь. Она начала писать, писать, и она как-то вытервала, и все, и такой. И вот показывает, огород такой, все черно-белый. Ну, там, под солнечью, так сказать, вытервала эти сковороды. И стоит эта бабушка. Труска, бабушка, это говорит. Это говорит. Продолжение следует...